Предстоит осветить, она перед вами. Будем мы сегодня обсуждать проблемы артериальной гипертонии с позицией нового для вас понятия медицинские услуги. Соответственно, мы привыкли к тому, что да, мы знаем протоколы, стандарты, клинические рекомендации, порядки, но все они реализуются через вот это новое понятие медицинские услуги, которые на практике мы не очень используем, а надо просто вспомнить, что медицинская помощь законодательно состоит из представления медицинских услуг, если говорить, что это такое, все, что делаем с пациентом, но в конце очень важный довесок, имеющих в состоянии незаконченной значения. Вот это все определяет суть этой расчет стоимости, частота оказания и, самое главное, меры ответственности. За шифровку ЭКГ, за заключение по какому-то исследованию должен отвечать конкретно человек, который это проводил. Поэтому термин он очень интересный и, соответственно, у нас сейчас вся медицина, она расписана. Вот есть такой номенклатура медицинских услуг, которая расписана практически все, что мы делаем с пациентами. Вот имеется систематизация в виде соответствующих, так сказать, цифровых обозначений. Это не только расчет стоимости, это специализация, контроль качества, стандарты и лицензирование деятельности – это очень важные показатели. Ну и номенклатура медицинских услуг, она представляет себя вот такой алгоритм кодирования медицинских услуг, где есть разделы, большие два – это отдельные или комплексные услуги, тип медицинской услуги, где применяется, класс услуги – это она там функциональные характеристики. Ну и конкретно вид – это название и подвид. В общем, каждая такая услуга, она имеет вот такой шифр. И, соответственно, если говорить об артериальной гипертонии, вы видите, что здесь вот так она шифруется. А021002 – это измерение артериального давления на периферические артерии, мониторирование артериального давления – 001, а дистанционное – это новое, мы ввели, это уже 002. Ну и, соответственно, для чего нам это нужно? Ну, во-первых, в соответствии с тем, какие услуги выполняет, является это критерием вашей профессиональной специализации. Допуск к виду деятельности, дальше по этим перечню услуг мы планируем ваше профессиональное образование. Ну и, конечно, меры ответственности за свои действия, тарификации, контроль качества. Крайне важные вот эти показатели. Ну и если это соединить с термином качество медицинской помощи, вы это видите, что качественные медицинские услуги – это, в первую очередь, это нам своевременное, квалифицированное, результативное, которое достигло своих, так сказать, целевых значений. Ну, конечно, мы сейчас, безусловно, довольны тем, что федеральные клинические рекомендации поливинского артериальной гипертонии, базирующиеся на доказательной медицине, это очень важный момент. И вот тут тоже содержится 5000 медицинских услуг, но уже вот под единичкой один. То, что нужно обязательно всем делать. И сегодня мы, собственно, их перечень абсолютно точно знаем. И, соответственно, почему это важно выполнять? Потому что не удается нам контролировать гипертонию, все-таки. Очень много больных, смертность высокая. И контролируется лишь у одной пятой больных давления. И вот на первом месте это мнение американского, очень уважаемого человека в этой области, что во многое связано как раз с несоблюдением или качеством вот этой медицинской услуги по измерению артериального давления. Знаете, мы проанализировали вот эти недостатки. И, конечно, масса методических погрешностей. Практически тотально неправильное измерение артериального давления. Сейчас появилась куча качественных тонометров. Не знаю, в чем, собственно, преимущество и недостатки. Недостаточно часто меряем. Ну и вот этот алгоритм контроля артериального давления. Давление разное. Есть базисное, казуальное, хронопроблемы. И вот этот контроль за терапией – это архиважные вещи. Ну и через этим я бы хотел показать, что у нас выбор тонометров для реализации услуги по измерению артериального давления очень большой. Лидеры есть из производителей. Амронов, в частности, АМД. Видите, какая линейка у одного из производителей. И эта линейка постоянно усовершенствуется. Идут исследования в этой области. И появляются новые, очень эффективные приборы, которые необходимы нам, собственно, в практике использовать. Что мы здесь должны иметь в виду? Конечно, это уровень автоматизации. Дисплеи появляются информативные. Компрессоры все более тихие и более эффективные. Очень важно вот эта вот манжетка, которая сейчас преформирована. Каркас туда просто руку заводишь. И качество от этого, конечно, измерения улучшается. И очень важно вот это управление процессом компрессии манжетки. Ну и, конечно, сейчас дистанционная передача данных, она архиважная. И вот если об этом говорить, вот вам один из примеров большой дисплей. Манжеточка вот эта, которая уносит название интеллектуальная, удобная, преформированная манжета. И вот этот блок управления, электронный клапан, он позволяет индивидуально накапливать и стравливать воздух, получает стабильные, хорошие результаты. И, соответственно, вот та манжетка, о которой я говорил, конечно, наши больные дают предпочтение вот таким удобным измерителям. И если говорить о самоконтроле артериального давления, а это сейчас очень важно, я бы хотел вам показать, что наши больные выбирают. Конечно, вне конкуренции, как ни странно, запястный, потому что доступ. И вот тут есть сейчас выбор. Скоро у нас еще один появится с супертихим компрессором. Вот эта моделька М3, где как раз и преформирована манжета, интеллектуальное накачивание, в общем, все вот это есть. Но я хотел бы, знаете, остановиться вот на этой модели, название ее. И Вулф, она появится после лета, она уже зарегистрирована. Почему? Это модель на предплечье. Но монитор, вот он, он прямо висит на манжете. Вчера мы проводили, пробовали на нем работать. Очень удобная штука. И вы видите, здесь нажимается кнопка, она носится. Вот эти все мониторы, носимые, они архиважны для того, чтобы мерить давление не только в состоянии покоя, но и постоянно иметь возможность выявлять вот эти доступные измерения артериального давления. в ситуациях, когда оно повышается. И, соответственно, это архиважно с учетом пандемии. Мы уже с этим столкнулись, когда больные сами должны мониторировать артериального давления. И, конечно, здесь это очень важный момент. Вот эта система Bluetooth, передача данных, это очень важный показатель. Но даже дело не в этом. Посмотрите, о чем речь. Мы переходим в эру носимых измерителей. Мы уже с домашнего измерения, которое мы переходим на носимые измерения, то есть везде, где мы есть, нас интересует, а как себя ведет давление. Поэтому появляются носимые аппараты. Они будут сейчас для клинической практики все больше и больше появляться. И появляется такой термин, как предупредительная медицина. Предупредительная медицина, это значит выявить повышение давления, его предотвратить с помощью лекарств или отсутствия вот этих нежелательных воздействий. И вот здесь линейка, вы видите, какая. Сейчас у нас доступны запястные мониторы. Но вот эта модель EVOV. Присмотритесь, я повторяю, к концу года она будет реально доступна. Вы видите, как это выглядит. Ну, часы. Я бы сейчас не очень нацеливался на возможность вот этих умных часов, гаджетов, которые есть в доступе дешевых. Они, конечно, врут безбожно. Есть моделька. У нас пока ее нет, она за рубежом. Вот тут часы, которые мы попробовали, они очень неплохо работают. Тут компресс и манжетка. Вот она, сдавленная. Руку только надо класть. Но все они, вот эти приборы, они завязаны на передаче информации по программе. Коннект есть такая. И там накапливается информация, может быть, передаться врачу, особенно вот в этой программе. Поэтому вот это крайне важно. Носимый монитор и, соответственно, информационные технологии, вот эти вот гаджеты, передачи информации, посмотри, что будет, приведет в будущем к обновлению кардиоскулярных осложнений. Вы знаете, это серьезная вещь. Поэтому, не вдаваясь, как говорится, не уходя в болезнь, но знать, от чего, почему и как повышается давление, это очень важно. А дальше пойдет лечение. Нужно принять препарат, который должен сработать во время, когда нужно. И многие вот эти вещи, связанные с терапией. А тут тоже все не очень хорошо. Да, вот видите, как здесь. Медицинская услуга по лечению связана с недостаточно эффективными препаратами. Действительно, монопрепараты ни один, ну, во всяком случае, на начальном этапе, может быть, ни один не работает. Поэтому здесь работают комбинации, как правило, уже даже на стартовой терапии. Вот здесь очень важно их подобрать. И, собственно, два или три препарата, чтобы воздействовать на несколько механизмов гипертонии. Мне бы хотелось сейчас тоже здесь определить пути повышения эффективности лечения гипертонии. Да, вот здесь вот, как раз за счет комбинации препаратов, воздействующих на артерии и вены. Вот рациональное комбинирование вот этого лизинаприла с ингиблокатором кальцио-канала, амлодипин. И, конечно, вот эти три новых, это тройная комбинация лизинаприла, амлодипина, розуастатин, это воздействие на гипертонию и холестерин. И дальше вот это принципиально новое для нас, мы были удивлены стабильностью полученных данных за счет применения эндопамида, только ретардированного, зашитого. Потому что это для нас, в общем-то, принципиально новое. И в первую очередь хотелось бы сказать вот об этой тройной комбинации. Она известна, уже года три мы ее применяем, когда два эффективных антигипертензивных препарата вместе с розуастатином. Фармакокинетика подобрана прекрасно, здесь препараты друг другу не мешают. А по механизму проверенному, дополняя друг другу воздействие на артериальное давление и на атеросклероз через холестерин. И вот то, что мы на сегодняшний день имеем, это порядка исследований уже более 4 тысяч человек, снижение давления в этом диапазоне, очень существенно снижение холестерина, с хорошей переносимостью. Почему показываю? Мы только что закончили большое эпидемиологическое исследование под названием фенотип АГЭ. Полугодовое, где 600 врачей и 13 тысяч больных с высоким риском гипертонии и с той коморбидностью, которая нас интересует. Вот она тут. И Хоббл, и сахарный диабет, и другие какие-то сопутствующие заболевания. Они удивительно легли в те средние данные, которые... Здесь независимая была статистическая обработка. Большое количество 13 тысяч больных. И посмотрите, 12 недель здесь идет снижение артериального давления. И вот эти распределения больных, они 12 недели практически все уложились, так сказать, в нормальные показатели. Дальше идет снижение холестерина на 30%. Это как раз в лип-протеев соответствует тому, что мы имеем. И даже снижение глюкозы крови, хотя мы знаем, что все-таки осторожно относимся к сахарному диабету при применении розового статина. И посмотрите, распределение общего холестерина. Вот исходно. А вот на 12 неделе они все легли вот сюда. В тот диапазон, который нас интересует. И фактически это была представлена вся Россия. Нас эти данные очень-очень здорово вдохновили. Почему? Потому что вот в исследовании Алроса было показано, что снижение холестерина не только артериальное давление, но и холестерин. И самое главное, через год уже начинает уменьшаться, повышаться эластичность сосудов. И уменьшаются признаки фиброзирования сосудов. Вот. Поэтому, конечно, перспектива у этого препарата очень хорошая. И вот принципиально новое, которое мы хотели, чтобы вы внимание на это обратили. Именно пролонгированный эндопамид, который отличается от обычного. Вот его фармакокинетика. Обычный через час появляется. Этот медленный сосуд с кишечника. И через 12 часов обладает вот таким плавным действием снижать давление и, соответственно, уменьшать гипертрофилию у желудочка. И хорошо переносится. И вот с помощью вот этой методики, когда мы, видите, как промонетарировали поделение выведения жидкости, видно, как у данного пациента затрудняется выведение жидкости, которую он злопотребил перед сном. И тут же поехало давление. Вот это, как говорится, все видно. Поэтому вот эту методику мы применили для оценки вот этих препаратов. И вот эти две комбинации, лизиноприла с эндопамидом и тройная комбинация с амодипином, это вопрос в данном случае, мы в таких пилотных проектах вот посмотрели. И, соответственно, у больных с высоким риском и очень высоким риском тройная комбинация. И что мы, собственно, получили, что нас, собственно, удовлетворило. Вы посмотрите, как мы нормализуем вот этот диурез. Мы фактически активируем дневную фазу диуреза и уменьшаем ночную. То есть, умираем признаки хронической почты недостатки. И какой стабильный эффект по контролю артериального давления в течение суток связанный с применением пролонгированного эндопамида. Причем и в том, и в другом случае это практически 80% больных на стартовых дозах. И таких пациентов очень просто тетровать и применять вот эти вот препараты, подбирая дозы. Ну и вы видите, что здесь в основной массе это было получено на стартовых дозировках. И только единицы требовали увеличения. Это очень важно. И самое главное, вот этот стабильный характер снижения давления. Вот чего мы, когда переводили больных с обычным эндопамидом, это пожилые больные с очень лобильным давлением, которые вынуждены, особенно в тройных комбинациях, вот то, что я называю, фармкачели, то добавить, то убрать препараты и постоянно дергать врачей. Вот это прекратилось. На фоне этого мы имеем стабильный вот такой антигипертензивный эффект. И мы это связываем с пролонгированным эндопамидом, который как бы нивелирует отрицательное действие снижения давления, лизиноприламандипина, после, а не сразу, как делают эндопамид. Поэтому обычный эндопамид максимум эффекта проявляется к обеду. А в обед человек обедает. И после этого постпрандиальная гипотензия, гипотония и вылет, и связанные с этим проявления. Поэтому сегодняшний день, это очень важный такой критерий. И метео, метеоусловия, метеозависимость мы делали. Вот при таких колебаниях, условиях, вот эти перепады, они у многих больных очень эффективно контролировались. Но и вывод, который мы сделали, конечно, вот эту комбинацию с одной дозировкой эндопамида значительно проще тетравать и значительно достигать эффекта стабильного, не заморачиваясь вот этим тетраванием, многонедельным фактически. Вот. Это не исключает добавление каких-то компонентов, хронобиологический вот этот эффект, если не хватает на утро, можно добавить тот же самый лизиноприл вечером, вот, для того, чтобы достигнуть утреннего эффекта. Ну, вывод какой? Вот в условиях все-таки пандемии нам нужны вот такие приборы для измерения, доступные для наших больных. И вот это патогенетический подход к лечению больных с переходом препарата с заказанной эффективностью, но с рационально подобранными дозировками. Вот. И, естественно, качественные дженерики. Ну, и возвращаясь к услуге, напоминаю, что она должна быть качественной, она должна быть своевременной, квалифицированной и результативной. Значит, на основе применения вот этих носимых мониторов мы достигаем улучшения контроля, измерения артериального давления. И с помощью применения вот этих, собственно, комбинаций мы достигаем стабильного и очень хорошего эффекта в контроле за артериальным давлением. Ну, вот 20 секунд у меня остается из моего времени. Я думаю, что я свою функцию выполнил. И с удовольствием...